Всем привет! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплевов. Предлагаю вам послушать немного музыки и отправиться на настоящий концерт. Только проходить он будет в необычном месте, в автомобиле. Его водитель сам себе концертмейстер, автор песен и продюсер. Репортер побывал в салоне самой необычной в городе концертной площадки и узнал, чего же так не хватает самарцам в современной музыке. Вас ожидает серебристая ВАЗ-2110. Пожалуйста, выходите и зажигайте. В эту машину садятся только с таким приглашением. У ее владельца к авто особый подход от точки А до точки Б. Здесь довезут с ветерком и песнями в буквальном смысле слова. Итак, поехали с вами Алексей Брыдков с композицией «Майнстрим-1». Я твой! Слушаем и поем, ребята. Вместе с вами! Зажигательный водитель с простым именем Алешка, только с виду обычный парень на деле, восходящая звезда самарской эстрады. Он мессия музыки 90-х. Вместе со своей машиной времени колесит по областной столице и напоминает пассажирам о детстве и юности. А в свободное время прогуливается по главной концертной площадке города – площади Куйбышева. Вспоминает, как впервые приехал сюда, как удивился масштабом. И тогда твердо понял – его голос должен звучать здесь. Однако пробиться на самую большую площадь Европы оказалось делом весьма сложным. Приехал сюда, думал, начну покорять город сразу. Приехал, начал объезжать все кафешки, предлагать себя, то, что вот, какой-то, смотрите, вот я пою песню «Руки вверх», вот у меня голос очень похож. Ну, думал, что все, думаю, меня возьмут, начну петь. Оказалось, что не все так просто. В итоге взяли, но в такси. На своих четырех Алексей зарабатывает на голубую мечту свой альбом со своими хитами. Таких у него много, правда, звучат они все чаще только в салоне машины, да в аудиозаписях на страничках друзей. Первую славу он так и заработал через соцсети. Молодой поэт с душой из прошлого века уверен, в 90-м еще есть место в этом мире. Главное – себя правильно продвигать. Могу поднять настроение, говорю, могу включить хорошую бодрую песню, которая поднимает настроение, и все удивляются, да, действительно, бодрое, ну, интересно же, послушать всем. И говорю, это своя собственная, говорю, вы такого нигде не слышали. Вот, и человек, конечно, соглашается, я включаю песню, и действительно, потом говорят, лау, клево. В этом деле, признается Алешка, главная смелость и харизма. Без нее певцом не стать и даже музыкальное образование – не гарантия таланта. В доказательство он решается на дерзкий шаг и предлагает репортеру живое выступление на одной из улиц города. Обошлось без автографов. Спешат куда-то, наверное, говорит Алешка и оптимистично добавляет. По глазам, видно, мотив узнали. Прохожие, правда, косились, озирались, но подпевать отказывались. То ли слова забыли, то ли не их формат. Впрочем, на вопрос, как вы относитесь к Сергею Жукову Самарского разлива с перепетыми песнями, отвечали однозначно. Я даже не знаю. Да ну, можно послушать, если в том же стиле. Ну, смотря как перепел, перепеть можно по-разному. Не нравится перепета и сочинит свое в студии звукозаписи. После работы в поте лица Алешка напевает уже свой хит. Совсем скоро запись диска, и тогда посмотрим. К скепсису в его адрес у Алешки иммунитет. Вот. Я, значит, включил минусовку, начал петь вживую. И потом он смотрю, у него глаза загорелись. Он такой, ты знаешь, я, говорит, как будто сейчас в детстве побывал, говорит. Я такой, говорю, ну и что, теперь ты скажешь, говорит, актуальна эта тема? Он говорит, блин, конечно, говорит, да, говорит, я беру свои слова назад. Он и мечтает, что вся Самара в одном порыве заговорит строками из его песен. Ну и на этом предлагаю заканчивать рабочую неделю. Отдыхайте по полной, а в понедельник увидимся вновь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова